Даррен, мы не могли не заметить, что ты пришел на костылях, и что случилось? Ты вышел на поединок с какой-то травмой? Да, в общем, это... Микрофон работает? Да, у меня проблемы с коленом, и так же было перед боем с ковбоем. На прошлой неделе у меня полностью сдало колено, и я, кажется, повредил его. Не знаю, насколько серьезно, потому что как только это произошло, я постарался забыть об этом. Знаешь, это была дополнительная проблема на этой неделе, и в бою она меня не беспокоила, но сейчас я чувствую пульсацию, не могу нормально двигать им. Через пару дней будет получше, но я обязательно проверю, что к чему. Что случилось? Тебе кто-то ударил в колено или как? Да нет, мы спарринговали, это был, наверное, лучший день спаррингов для меня, я чуть перестарался. Я пробивал лоу-кик, и мой спарринг-партнер Крис сократил дистанцию, и получается, я коленом воткнулся в его ногу, но моя голень продолжила движение, и я как-то повредил колено, тоже колено, которое повреждало перед ковбоем, проблемы, короче. Но я не собираюсь сливаться с поединка, что бы это ни было, ни в коем случае. И если бы Келвин сегодня победил, я бы не сидел и не говорил о травмах, или о позднем перелете, или о проблемах с визой, это, как я всегда говорю, я честен, я говорю от сердца, либо выигрываешь, либо проигрываешь, и тот, кто выигрывает, лучше как боец в эту ночь. Абсолютно любой боец, выходя на любой бой, боится, и если он говорит, что это не так, это чистая ложь, я перед этим боем был максимально напуган, и я не трясся там, но я просто не хотел выходить. Размах этого ивента и все остальное, я сомневался в себе, я думал, как бы мне слиться с поединка. И это все только сегодня, я был невероятно напуган. Но затем в первом раунде я думаю, Даррен, давай, соберись, теперь мы выиграем этот бой так, как планировали. Мы не дадим ему попасть, и выиграем так, как хотели. Я знал, что будет тяжело его нокаутировать, я знаю, что я сильный, но он очень стойкий. В общем, как-то так, и я знаю, что многие бойцы скрывают это, но я всегда говорю от сердца, и меня за это часто критикуют. Но вот в таком состоянии я был сегодня, как только проснулся. Мы постоянно переписываемся в Инстаграме, кидаем друг другу мемчики, и он клевый, клевый парень, и с ним у меня такая же ситуация, как и с Масвидалем, потому что я на 100% счастлив за то, что он делает. Хотя люди спрашивают, не злишься ли ты на него, не завидуешь ли ты его успеху, потому что когда мы с ним бились, это не было Масвидаль Тила, это было шоу Тила в Лондоне, вот что это было. И он забрал это у меня, но никакой зависти и злости, я лишь хочу тоже выйти на этот уровень, получать это внимание. Так что, знаешь, мы с Изи в хороших, но мы будем биться, и попытаемся вынести друг друга. Может, даже когда-то побьемся с Масвидалем, я попытаюсь реваншироваться, потому что он только что мне сказал, что, может, перейдет в средний вес. Но тут я страшный парень, я вес не гоняю. Знаешь, как я говорю, иногда ты смотришь, что люди пишут о тебе, какие сообщения они тебе присылают, и иногда ты знаешь, что некоторые сомневаются в тебе и делают это не открыто, за спиной, но это только подпитывает меня. Знаете, как я всегда говорю, хорошее и плохое в жизни, и это однозначно плохое, потому что это тяжело принимать. Миллионы людей не дают тебе и шанса. Хотя я сам знаю, насколько я хороший, я знаю, что ни один из них не сможет продержаться со мной и 10 секунд, но это все равно капает тебе на мозги, это может сказаться на тебе. И не только этот груз я нес в поединке, а все остальное, то, что я выходил после поражений, хотя до них я чувствовал себя неуязвимым. Я знаю, что все еще величайшее, но мне нужно доказать это. И знаешь, сейчас я просто невероятно счастлив находиться здесь, и дело даже не в победе. Я просто рад быть здесь. Я прошел через многое, хоть я не так много об этом говорю, но это правда. Я вернулся. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. Что-то я уже вижу эту тему по тому, что говорит этот Дэн Уайт типа о я не знаю насчет ремача. Так все это и начинается. Я это уже видел у меня больше всех боев больше всех боев UFC так что может и мне стоило почаще биться но я бы и бился чаще если бы меня не опрокинули UFC так что в моих планах сказать всем пошли вы я надеюсь Надеюсь, мы все это быстренько разрулим и сделаем второй поединок. Вот мой план. Потому что ты должен меня убить, чтобы победить. Врубайте. Я организовал все это дерьмо так, что я бы хотел повторить это. И да, пошли вы при всем уважении. Нейт, каково это для тебя? Ты недавно стал отцом, и ты по-прежнему боец. Изменилось ли что-то в твоем подходе? Я не понимаю, почему это приплетает сюда. Это боевая игра, вы врубаете. Меня бесит, когда они со своими детьми таскаются. Показушничают. Да, дети вообще не должны смотреть бои. Это тут ни при чем. Вообще не надо сюда детей приплетать. Вы врубаете? Это дерьмо тут вообще ни при чем. Это война. От начала до конца. Ты должен убить меня. Меня никто не убил. Понимаете, мы на такой огромной сцене, крупнейший поединок, и это меня просто раздражает. Но, с другой стороны, я сам пропустил. Но если бы я был поувереннее, как я уже сказал, как, к примеру, в поединке с Петисом, если бы я смог попереть сразу, и если бы получше уклонялся, у меня была стратегия. А в этом же поединке вот что было. Мне пришлось прекратить тренироваться за две с половиной недели. Полностью прекратить. Я решил тупо дотянуть до поединка. Хотя большинство чуваков бы снялись, но я решил, нет, я выйду на бой. Потому что что было бы, если бы я снялся, это дерьмо для слабаков. А женские ублюдки не снимаются с боев. По-любому нет. Перед вторым боем с Коннором я вообще никаким был. И он убегал от меня. Он убегал от меня в поединке. И затем он убежал, знаете, заниматься, заниматься другими. Конечно, я не могу его критиковать, что он решил уйти и делать миллионы, миллионы долларов. Так что это с какой-то точки зрения я могу понять. Но в то же время я, как боец, не смог бы жить с этим. Рубайте, если бы меня задушили, и затем в рематче я бы с горем пополам выиграл решение, «Этого недостаточно, я должен побить тебя». Понимаете, то же самое в этом поединке. Типа, если ты... Ну, вы поняли? Я успею заработать свои сотни миллионов долларов, но сначала я должен отыграться, понимаете? И такие же мысли у меня про этот бой. Не, у меня никаких проблем с этим. Он абсолютно все это заслужил. Он уже давно в этой игре. И он молодец, врубайте, но... Эй, Хорхема, свидаль, я иду за тобой. С этого момента это мой план. В общем, рад был со всеми пообщаться. Спасибо всем. Это был долгий год, поэтому я выпью. Вы, ребят, начинайте вечеринку. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Это еще какой-то пояс. Я хочу его. И вообще все остальные пояса. Без шуток. Уууу. Здорово. Спасибо большое. Аплодисменты этому джентльмену. Что это за парень такой? Охрененный чувак. Ходит. Пиццу раздает. Я могу как герой выйти на замену на 245-м, но они не заслуживают этого. UFC придется выписать такой чек, которого еще никто не видел. У меня руки разбиты, мужик. Мне нужно, знаешь, обычно я не говорю о своих травмах, но у меня руки подразбиты. Мне нужно подлечить их. Так что я бы мог выскочить, особенно против таких похолюбов, которых можно сложить с колена. Я бы мог, но им придется... Понимаешь? Дэнни такие цифры не понравятся, как и Хантеру и всему UFC. Так что скажу сразу, чтобы всем было ясно. Когда один из этих сосунков слетит, мне придется заплатить. Понимаешь? Придется как следует заплатить. 20-й год будет еще жестче. Так же, как вот этот джентльмен, Абрагем Кауа и вся моя команда, мы сели пообщаться, когда я вернулся после небольшого перерыва. И я им выложил, что я планирую сделать, чего планирую достичь. И поначалу, хоть это и мои люди, они сказали, блин, Хорхи, ты че с ума сошел? Тебе 34 года, ты 16 лет в этом спорте. Устин рассказал, дайте мне шанс. Дайте мне самые жесткие бои и смотрите, что я сделаю. У меня был хороший 19-й год, 20-й будет только лучше. Я гарантирую. Спасибо, ребята. Отличные вопросы сегодня. Так держать, молодцом. Мне понравилось. Так держать. Спасибо. 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 Спасибо.